200 тысяч цыплят-бройлеров погибло в результате крупного пожара, произошедшего накануне в Челябинской области на птицефабрике «Равис». Огромный цех, где содержалось куриное стадо в поселке Рощина Сосновского района, загорелся после попадания двух разрядов молнии. Тушение пожара растянулось на многие часы и завершилось только к сегодняшнему утру. Ущерб, нанесенный пожаром, еще не подсчитан, однако по заявлению владельца агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова, в огне погибли 200 тысяч голов птицы в возрасте 25 дней, без двух недель готовая продукция. Челябинская агрофирма «Равис» не чужая для свердловчан. На территории Свердловской области работает одно из ее подразделений – Среднеральская птицефабрика, а Андрей Косилов, владелец агрофирмы, последние несколько лет регулярно появляется в репортажах ТАО, в первую очередь как виновник крупной дорожной аварии, в которой пострадали три екатеринбургских студента. Эта авария произошла 28 июля 2019 года на автодороге Байрамгулова-Новоандреевка в Аргояшском районе Челябинской области. Андрей Косилов со своей супругой двигался на внедорожнике «Лексус». Когда следовавшая перед ним машина стала притормаживать перед участком дороги с большими ямами, Косилов в нарушении знака, запрещающего обгон, пошел на опережение и выехал на полосу встречного движения. В этот момент из-за поворота на его пути появилась встречная «Лада Веста» с тремя екатеринбургскими студентами, возвращавшимися домой с отдыха на Челябинских озерах. В последний момент водитель «Лексуса» решил вернуться в свою полосу, но к тому времени и юный водитель «Лады», пытаясь избежать столкновения, повернул туда же. Удар пришелся в правую пассажирскую часть «Лады». Все три молодых человека получили ранения, двое оказались в коме. Самые тяжелые повреждения получила 19-летняя на тот момент Анастасия Вяткина. Почти год девушка провела в коме, но и выйдя из нее, осталась тяжелым инвалидом. Настя лишилась зрения, памяти, заново учится ходить и говорить. Изначально Косилов повел себя весьма благородно, заявив, что не пожалеет денег на лечение пострадавшей по его вине девушки, но после полутора миллионов рублей, потраченных им на дорогостоящую реабилитацию, благородство предпринимателя несколько скисло. В феврале уже этого, 2021 года, суд признал Андрея Косилова виновным в этом ДТП и наказал двумя годами ограничения свободы, а также принудил к выплате компенсации в размере 1 миллиона рублей Анастасии и 300 тысяч рублей второму тяжелопострадавшему участнику этой аварии Никите Лаврову. Несмотря на то, что суд назначил компенсацию в 10 раз меньше, чем требовали семьи пострадавших, а сам Косилов даже не лишился свободы, его адвокаты подали апелляцию на это решение Аргаяшского суда. Примерно с того же времени, когда предприниматель совершил эту аварию, у него начались и проблемы в бизнесе. Прежде всего с той самой среднеуральской птицефабрикой Свердловской области. Прокуратура одно за другим начала выявлять различные нарушения экологического законодательства, допускаемые при производстве птицы. Среднеуральский водоканал отказался принимать токсичные стоки птичника. Жители Среднеуральской Верхней Пышмы начали жаловаться на тошнотворный запах, разносящийся на километры от птицефабрики. Руководство Свердловской области поставило вопрос о закрытии этого производства или переносе его в другое место. А тут нужно напомнить, что несколькими годами ранее именно руководство нашей области в лице тогдашнего замминистра сельского хозяйства, а позже министра Дмитрия Дегтярева, входившего в Совет директоров Среднеуральской птицефабрики, тогда еще государственной, предложило Косилову взять этот проблемный актив себе. Чиновники предполагали, что челябинский бизнесмен, а в прошлом, кстати, и сам вице-губернатор Южного Урала, инвестирует в загибающуюся птицефабрику кучу денег, что позволит модернизировать производство и сделать его экологически чистым. Какие-то вложения Косилов действительно сделал, но их оказалось недостаточно. В прошлом, в 2020 году, сначала от ковида умирает министр Дегтярев. Спустя два месяца прокурор области грозит птицефабрике закрытием. Затем суд выносит решение о приостановке работы птичника. Для агрохолдинга «Равис» Свердловская птицефабрика совсем небольшой актив, но и основное производство, расположенное в Челябинской области, заканчивает 2020 год едва ли не с убытками. При выручке 8,5 миллиардов головное предприятие «Рависа» птицефабрика «Сосновская» зарабатывает за год прибыли всего 11 миллионов рублей. Некоторые другие подразделения холдинга и вовсе показали убытки. Уже в июне этого года в ряде СМИ появились сообщения об интересе к «Равису», проявляемому московской компанией Черкизова, и о том, что предлагаемая москвичами сумма в 10 миллиардов рублей, по информации информагентства «Урару», Косилова не очень устраивает. Сам предприниматель говорит о ведущихся переговорах с москвичами, тогда как сотрудники его предприятий перешептываются о том, что бизнес у бывшего вице-губернатора просто отжимают. И вот на фоне всех этих событий молния сжигает один из крупнейших цехов с 200 тысячами цыплят. И дело даже не в материальном убытке. По словам Косилова, и птицы, и оборудование у него были застрахованы. Дело в потере доли рынка, а также в вынужденном простой или даже увольнении ряда работников птицефабрики. Кстати, как сообщают челябинские СМИ, в тот же самый день, когда в роще нагорел огромный цех площадью в 3800 квадратных метров, в городе Копейске Челябинской области сгорел фирменный магазин агрохолдинга «Равис» на автостанции. А несколькими днями раньше такой же фирменный павильон горел в селе Долгодеревенском. Живим и в Древней Греции или в средневековой Европе, впору было бы говорить о каком-то проклятии или божьем возмездии, обрушившемся на предпринимателя, сломавшего жизнь молодой девушки, а позже не сдержавшего слова предпринять все усилия для ее лечения. Но мы люди современные и суеверий лишенные. А потом просто посочувствуем уральскому предпринимателю, столкнувшемуся с таким количеством проблем одновременно.